возбуждение уголовного дела. Другое дело, что это все не будет происходить месяцами и годами, как это было с российской оппозицией настоящей, с настоящими патриотами. Это все будет довольно быстро, потому что время ограничено, а Владимир Путин сидит на дикой паранойи, потому что недавний мятеж снова ударил по его ощущению безопасности и по ощущению того, что у него все под контролем. Поэтому сейчас все эти события будут происходить намного быстрее, чем это было с российской оппозиции. Но надо сказать, что действительно ослабевание Путина, оно заметно в том числе в провоенных каналах, потому что люди стали позволять себе намного больше. И не только стрелков, хотя давайте начнем с него. Недавно он разразился целой серией постов, где всячески проехался по Владимиру Путину. Все закономерно, пишет он, сначала ты уступаешь партнерам важной позиции в надежде на встречные шаги, потом долго-долго ждешь эти шаги и жалуешься на весь мир, что тебя водят за нос, а потом, когда все-таки отказываешься от собственных обязательств, партнеры уже требуют от тебя их соблюдения в самой грубой форме и даже не намекая на какие-то уступки со своей стороны. Этот путь до конца прошли Милошевич, Саддам и Каддафи. Да и нашему уникальному стратегическому преимуществу, так он называет Путина, всего ничего до финала осталось. Путин пригрозил, Путин призвал, Путин поручил. Я ошибаюсь или уже лет так 15 ни разу не слышал? Президент приказал, президент наказал, президент дал команду, президент взял на себя ответственность. Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы за все хорошее против всего плохого, это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный мужской стандарт. Надо быть, а не казаться. Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы. Вот стиль позднего Путина, года так с 14-го. А еще оголтелое, хвастливое вранье. Но его с начала СВО уже не услыхать. Слабый, но умный король, продолжает Гиркин в следующем посте, склонен находить себе умного и волевого канцлера, премьера, секретаря и тому подобное, чтобы тот правил, пока он царствует. В истории тьма премьеров подобных успешных тандемов. Людовик XIII, Ришелье, Вильгельм I и Бисмарк и так далее. А наш, Кудрин, Медведев, Мишустин, премьеры, Иванов, Сердюков, Шойгу, полководцы. Чем дальше, тем бездарней, ничтожней. В общем, завершая размышления, вынужден сожалеть, что Путин не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли бы быть талантливые фавориты. Тоже, как повезет на самом деле, частенько бывало и совсем наоборот. Но был бы хотя бы шанс. А Кабаева не потянула, увы. Странное лирическое отступление. И вот чем заканчивает Стрелков. История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилась сумевшая пустить в пыль глаза значительной части населения. Сейчас оно последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество на престол в свое время. Но еще шесть лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог бы сделать под занавес полезного, чтобы не покрыть свое имя вечным позором в истории, как и Удушка Горби, это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет, то умение выбирать соратников мы уже видели много раз. Тут надо, конечно, отметить, что Горбачев в истории, несмотря на то, что он противоречивая личность, конечно, остался со знаком плюс почти для всего мира. А вот Владимир Путин уже покрыл себя вечным позором, как, впрочем, покрыл себя вечным позором и стрелков Гиркин, который ответственен, в том числе, за уничтожение мирного гражданского Боинга и уже осужден и должен отбывать наказание. Поэтому вечный позор – это то, что их с Путиным объединяет и вообще со всей вот этой вот провоенной публикой, которая жаждет крови, иногда жаждет крови друг друга, что мы поощряем, но, к сожалению, в большей части жаждет крови другого государства, государства, которое защищается, государства, на которые напали, государства Украина, которое Владимир Путин и все вот эти вот даже его критики, в кавычках, хотят уничтожить. В общем, как вы видите, риторика довольно жесткая и уже прямая, без имеников, то есть нет никакой попытки куда-то уйти в сторону, как-то вот, значит, что-то сказать иносказательно. Нет прямиком, прямо по Путину, по окружению, по всему остальному. Но к Гиркину вы, наверное, уже привыкли. Типа, что взять с Гиркиным? Он все время ноет. В этом контексте интереснее другие каналы. Ну, например, телеграм-канал 13. Это такой тоже упырь абсолютный, но провоенный, большой канал, значит, большой фанат группы Вагнер, что-то там постоянно собирает на всякие, значит, вооружения для того, что он называет СВО и прочее, прочее. И вот что-то то ли он выпил накануне, то ли еще что произошло, ну, прямо понесло его в его телеграм-канале, и начал он рассказывать жуткие, что называется, вещи. Один пост, правда, не выдержал, удалил, но интернет все помнит, поэтому его я вам тоже покажу. Вот что он пишет. Проснулся я сегодня утром, а Украина до сих пор существует, даже после их террористического удара по Крымскому мосту. Расходимся, политики нас опять... Добро пожаловать в реальность. Эти хорошие люди продолжают зерновую сделку, условия выполняются нашей стороной. Не верьте никому, нас предали, враги сидят в Кремле. Рот вы мне не закроете, нас сотни тысяч. Вы либо принимаете наши условия, либо народ вас тупо сожрет. Вас и ваших детей, добро пожаловать в реальность.